МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако не стоит забегать вперед. Вот о чем мы намерены поговорить сегодня. Следить буду строго. Начальник регионального управления антимонопольной службы Владимир Луканцов сообщил о начале работы горячей линии по неоправданному подорожанию продуктов. Можно ли было спасти СССР? 21 августа отмечалась очередная годовщина кульминационных событий знаменитого путча 1991 года, который в конце концов привел к распаду советской страны. Даешь ГТО, фитнес-инструктор по просьбе наших авторов на себе испробовал, что такое новые, а не же старые физкультурные нормы. Ну а теперь приступим к более детальному изложению фактов и комментариям к ним. Документом недели стало губернаторское распоряжение о введении в Рязанской области режима чрезвычайной ситуации. Документ был опубликован в начале недели. Режим ЧС вводится в связи со значительным увеличением количества лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в Рязанской области. Руководителем соответствующих работ определен вице-губернатор Сергей Филимонов. Такой же режим ЧС рекомендовано ввести главам администрации районов, в которых развернуты пункты временного размещения переселенцев. Еще одна тема недели связана, как раньше было принято изъясняться, с событиями мирового масштаба, которых, по правде говоря, лучше бы и не было. Российская общественная палата организовала горячую линию по росту цен на продукты. Как известно, наша страна дала ответ на западные санкции, ограничив импорт из целого ряда государств. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, колбаса, морепродукты и так далее. Под это дело, как говорится, возможен неправомерный всплеск роста цен на продукты, о чем граждане уже и сообщают по телефону прямой линии. Большинство жалоб связано с повышением цен на курицу и мясо. Горячая линия открыта и Рязанским управлением антимонопольной службы. На днях мы записали экспресс-интервью с начальником управления Владимиром Луканцовым. Вот, так сказать, экстракт состоявшегося разговора. В соответствии с постановлением правительства на антимонопольные органы возложена функция по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары. Должен сказать, что государство выступает здесь единым фронтом. На прошлом деле было совещание, соответствующее в региональном правительстве, с приглашением и представителей федеральных, региональных сетей, ритейлеров, приглашением рынков, владельцев, так сказать, объектов нестационарной торговли. По своей линии, по линии Федеральной антимонопольной службы, мы получили соответствующие указания и организовали горящую линию. Форма 2, можно позвонить по телефону 2554-51 и сообщить о росте цены на социально значимые продовольственные товары. Можно заполнить соответствующую форму, контактную на сайте Федеральной антимонопольной службы. Скажите, пожалуйста, как давно работает линия и есть ли уже обращения граждан на данный момент? Обращения нам поступают где-то четверга прошлой недели. Горячую линию мы открыли с начала этой недели, с понедельника. Готовы принимать обращения, готовы реагировать на них. Обращения порядка 20 в день поступают к нам. Мы занимаемся тем, что проверяем обоснованность этих обращений. Дата недели – это, на наш взгляд, 21 августа, четверг. На этот день пришлось 23-летие кульминации событий так называемого августовского путча в СССР. Событий, которые, в конце концов, привели к распаду советской державы. Именно в ночь на 21 августа 1991 года танковая колонна и составы войск, введенных в Москву по приказу Государственного комитета по чрезвычайному положению, двинулась к линии обороны у Белого дома в Москве. Около 20 машин прорвали баррикады на Новом Арбате. В этот момент в тоннеле, блокированном 8 БМП, погибли трое защитников Белого дома – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. А утром 21 августа начался вывод войск из Москвы. В 11 часов 30 минут началась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, которая поручила премьер-министру Российской Федерации Силаеву и вице-президенту Рудскому отправиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву и освободить его от изоляции. А день спустя Горбачев обратился по телевидению к советскому народу со словами «Государственный переворот провалился, заговорщики просчитались. Они недооценили главного – то, что народ за эти, пусть очень трудные годы, стал другим. Он вдохнул воздух свободы и уже никому этого у него не отнять». 22 августа организаторов Путча арестовали. События трех дней августа 1991-го привели к новому повороту в истории нашей страны. В последующие несколько месяцев большинство советских республик заявило о провозглашении независимости. А в конце декабря, после подписания России, Украины и Белоруссии договора о создании Содружества независимых государств, Союз Советских Социалистических Республик окончательно прекратил свое существование. «Я думаю, что на каком-то этапе, наверное, можно было сохранить Советский Союз, хотя существовали и объективные причины, и субъективные причины, которые способствуют тому, что он развалился. Но, опять же, ГКЧП до сих пор много остается за кадром и таинственным. Но, на мой взгляд, опять же, если посмотреть, то, как ГКЧП себя повело, это же было показать то, что система, наверное, себя изживала. Потому что, если посмотреть, и честь, что это часто событие называют как Путч, то, конечно, был пройден, он крайне вон плох. Потому что, ну, во-первых, между самим Путчистом были разногласия. Опять же, сами Путчисты не знали, что делать. Сначала взялись, там объявили чрезвычайное положение, потом начали колебаться. Опять же, в таких случаях надо, если армию ввели, то надо ее тут же использовать. Потому что армия, если она вводится в город, при этом не используется, и вообще не избывается, то, естественно, она начинает очень быстро морально разлагаться и тому подобное. Поэтому, ну, если так, опять же, рассматривать вопрос, был ли шанс в Советском Совете выжить, я считаю, что был. Хотя, в общем-то, может быть, и не такой большой. Но если взять Путч, как он роль сыграл в этом, то, конечно, этот процесс, он крайне ускорен. Потому что буквально на следующие дни, после провала Путчи, многие союзные республики стали объявлять свою независимость. Сначала пошли Прибалтийские республики, за ними поехали там и Белоруссия, и Казахстан, и тому подобное. Поэтому, конечно, сам Путч сыграл крайне негативную позицию. На этой неделе в Заборе проходила самая настоящая, так сказать, практическая выставка спасательной техники на базе оперативно развернутого лагеря МЧС. Так спасатели начали подведение итогов летней работы и запустили межсезонный месячник общей профилактики. Пожароопасный период в этом сезоне можно официально считать закрытым. Надеемся, время всяческих ЧП в этой связи миновало. А потому руководству областного управления МЧС пора подвести предварительные итоги, не забывая и практику проведения профилактических бесед с главами поселений всех районов нашей области. Особое внимание будет уделено населенным пунктам, граничащим с лесным массивом. Месячник продлится до середины сентября. Ну а наша съемочная группа наблюдала за работой управления в Заборе. Мы сегодняшнее мероприятие провели в рамках Всероссийского месячника безопасности. Наше обучающее занятие, я надеюсь, на что оно было и нацелено, оно еще раз напомнило главам поселений в первую очередь о их обязанностях перед населением создать такие условия, чтобы население поселения этого Рязанской области находилось и чувствовалось безопасности по отношению к тем природным катаклизмам, условиям, в которых мы находимся. Кроме того, на территории Заборьевского ДК, где, собственно, и развернулся настоящий лагерь МЧС, прошли и практические мероприятия, на которых были продемонстрированы возможности спецтехники, современных средств пожаротушения и иных спасательных приспособлений. Любой желающий мог посидеть в пожарной машине или в специальной лодке, предоставленной областной ГИМС. Наглядный пример и открытый разговор. Вот, по мнению нового начальника управления МЧС, залог успешной совместной работы. Мы адресную помощь должны оказывать каждому жителю и беседовать не в рамках каких-то общих мероприятий, а персонально оказывать адресную помощь тем, кто в этом, в первую очередь, нуждается. Это у нас инвалиды, это у нас пенсионеры. Ну и привлекать ту часть наших жителей, особенно молодежь, для проведения профилактических мероприятий среди поселений. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить» и итоги недели. Вот короткий дайджест тем второй ее части. Простой народ против трудового порыва на отдельно взятой рязанской стройке. Дело дошло до полиции. «Торгуй, но знай совесть» за нарушение законодательства. В сфере торговли приезжих просят покинуть Россию. «Недели полицейских» в программе «Обзор криминальных событий», которые произошли на днях в Рязани. «Даешь ГТО» фитнес-инструктор по просьбе наших авторов на себе испробовал, что такое новые, они же старые физкультурные нормы. Продолжаем программу «Загвоздкой недели». Можно назвать подготовку школьников к новым физкультурным требованиям. Как известно, с этого учебного года многим мальчишкам и девчонкам придется изведать, что такое суровая система комплексного физвоспитания сотен миллионов школьников в СССР. Относительно недавним указом президента России в нашей стране вновь вводится в действие физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Стартует он вот-вот с 1 сентября. Готов к труду и обороне СССР ГТО – всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу государственной системы физического воспитания и направленный на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины. Он являлся основой программ по физическому воспитанию во всех учебных заведениях и спортивных секциях. В комплекс входили гимнастические упражнения, бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину или высоту, метание диска копья, толкание ядра и так далее, плавание, лыжные гонки, а для бесснежных районов – марш-бросок или велогонки, а также стрельба только для юношей. Комплекс ГТО был введен в 1931 году по инициативе ВЛКСМ для повышения уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения. В дальнейшем он неоднократно менялся и совершенствовался. В 1972 году специальным подставлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был введен новый комплекс ГТО, в котором появились ступени для школьников 10-13 лет и трудящихся 40-60 лет. К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели значки ГТО. Последний всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был введен в январе 1985 года. Он был адресован людям от 16 до 60 лет. Комплекс ГТО действовал в СССР до 1991 года. На этой неделе журналисты нашей спортивной редакции, авторы проекта «Второе дыхание» Глеб Галошкин и Наталья Новикова решили устроить собственные физкультурные испытания. Задача выполнить вновь установленные нормы ГТО и дать заключение, а выполнимы ли они в принципе и способны ли сейчас школьники в массовом порядке справиться с поставленными физкультурными задачами. Специальный репортаж на физкультурно-ГТОшную тему продолжает программу. Чтобы сдать этот норматив, да не то, что даже на золото, а даже, допустим, на бронзовый значок, просто так без подготовки это сделать тяжело будет очень, потому что слишком разносторонние тесты. Тем не менее, наш спортсмен заинтересовался и решил на собственной шкуре прочувствовать хотя бы те спортивные подвиги, выполнение которых возможно в условиях спортивного зала. Виталий прыгал в длину, подтягивался и даже пробежал два километра, хоть и заметил, что беговая дорожка и пересеченная местность – абсолютно разные вещи. Результатом остался доволен и вообще считает, что такое нововведение в нашей жизни довольно интересно. Стремление к цели, соревновательный элемент и даже получение значка – хорошая альтернатива скучным урокам физкультуры. И несмотря на то, что неподготовленному человеку сдать подобные нормативы трудно, трудно непредельно. А если заниматься и сознательно готовиться, то золотые значки непременно будут и даже не в кармане, а на самом видном месте. Я одобряю такую политику нашего государства. Да, это интересно, это здорово и хорошо, что мы вернулись к тому, что у нас было в советские времена. Спортивные дети и юноши в нашей стране – это наша опора. Так что он долой гамбургеры и Кока-Колу, он да здравствует физкультура, спорт и здоровый образ жизни. Все вперед, товарищи, к спортивным победам! На уходящей неделе немалая работа выпала дежурным корреспондентам нашей редакции. Их задача – своевременно и оперативно реагировать на жалобы и обращения граждан. Если бы все чиновники, так, в буквальном смысле слова, носились по звонкам и требованиям горожан, то у нас давно был бы коммунизм, построенный в отдельно взятом городе. Ну, может, загвоздка в том, что чиновников слишком много, до каждого у начальства руки не доходят, а редакторы программы – вот они, за соседними столами, и отправить их в путь-дорогу легче легкого. Но если говорить серьезно, обратная связь со зрителями для нас, журналистов – это основа работы, как сейчас говорят по определению, а потому в программе один из репортажей, снятых на днях в дежурном режиме. Жители дома по улице Вишневой обратились к нам со своей, так сказать, шумовой проблемой. Первые стихийные собрания жильцов во дворе многоэтажки по адресу улица Вишневая, 30, что в московском микрорайоне, вызваны, по их собственным словам, неимоверным шумом соседних строек. Работы ведутся на месте, снестенной еще весной бывшей кинокопировальной фабрики. По словам местных жителей, эти самые работы идут ударными темпами, причем звуки ударов, грохот, дикий виск, электроинструментов, да и просто звон металла не прекращаются даже по ночам. С мая месяца началась стройка, с мая месяца мы не спим и работы ведутся круглые сутки. Ночью вообще. То есть жалобы почему? Жалобы в том, что прекратить ночные работы. Ради бога, пускай строятся, но ночью люди должны отдыхать и мы не должны страдать из-за этих строек. Отдельные жильцы все-таки пытаются бороться с проблемой шума. Жители самого ближнего к стройке подъезда около месяца назад вызывали полицию. Тогда стражи порядка пришли на стройку, побеседовали с рабочими, умерили их ночное трудовое рвение, нарушающее законодательство. И примерно две недели было относительно тихо и спокойно. Однако недавно работы по ночам возобновились вновь. Это в традициях российского отношения к закону. Но сделали замечание, время прошло, а вось все забылось. Давай, действуй, как раньше. Постоянно эти крики, разговоры, это день и ночь. Ночью мы вообще уже свет в доме не включаем. Почему? Потому что три огромных прожектора, так, около этих вот двух близнецов-братьев. Там постоянные прожекторы, здесь три прожектора. То есть мы прям уже вообще можем свет не включать. Как в детстве живем. Люди после общего собрания жильцов решили продолжить борьбу с шумным застройщиком. Они с требованием запрета проведения ночных работ намерены обратиться в администрацию города, к своему депутату и в прокуратуру. Кстати, юристы из Общества по защите прав потребителей заведуют в таких ситуациях вызывать специалистов Роспотребнадзора. Они проведут замеры уровня шума и уже с этим официальным документом можно будет обращаться в суд с требованием возмещения морального вреда. Только вот есть ли среди чиновников такие энтузиасты, чтобы дежурить ночью возле стройки и замерять уровень шума. Если есть, остается только снять перед ними шляпу. На этой неделе работники Рязанской мэрии надо отдать и им должное тоже не дремали. Так специалисты служб проводили рейды по нарушению правил торговли. Сейчас репортаж с одного из них наиболее характерного. Администрации города совместно с сотрудниками полиции и миграционной службы регулярно проводятся рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной деятельности в торговле. В этот раз было решено проверить завсегдатый рынка в районе Площади Победы, ведь несмотря на небольшой размер территории рынка, он вобрал в себя весьма большое разнообразие представителей многих народов и соответственно национального колорита. Администрация города Рязани обращает внимание на всех торгующих незаконно на территории города Рязани, но в данном мероприятии именно запланировано по мигрантам. К этому гражданину у участников рейда возникла пара вопросов. И неспроста. Несмотря на то, что находится мужчина на территории нашего государства вполне законно, о его деятельности того же сказать нельзя. В рамках данного мероприятия был выявлен факт осуществления несанкционированной торговли гражданином Азербайджана. По данному факту составлен протокол о административном правонарушении по статье 9.1 закона Рязанской области 182 ОЗ об административных правонарушениях. По данной статье предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 1 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, а также миграционной службы будет подготовлен материал о дальнейшей депортации данного гражданина с территории Российской Федерации. Мера эта, конечно, временная. На место одного незадачливого предпринимателя выстраивается целая очередь желающих поторговать овощами и фруктами. Причем не всегда на законных основаниях. Но участники рейдов обещают смотреть за всеми строго и быть объективными, но беспощадными. Было на этой неделе что сказать о рейдовой работе рязанским полицейским. Да и не только о рейдовой. Все самые резонансные криминальные темы в традиционной рубрике нашей программы «Неделя полицейских». В начале трагических происшествиях во вторник на перекрестке улицы Есенина и Горького произошла авария с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта решил проскочить на красный сигнал светофора, но набранная скорость, к сожалению, не позволила ему вовремя затормозить. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир также получил травмы и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал. А буквально спустя несколько часов недалеко от села Агропустынь произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Четверо мужчин на автомобиле «Лада Калина» двигались в сторону Рязани. Водитель не справился с управлением, в результате чего на большой скорости улетел в кювет. В автомобиле транспортного средства кроме водителя находилось еще три пассажира. Все взрослые мужчины. Двое из них получили серьезные травмы и с места дорожно-аварии были госпитализированы в больницу. Пассажир, 48-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении, получил смертельные травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. В Шацком районе на днях опять горел поселок по имени Свеженькая. Тот самый, что полыхал в апреле этого года, а также летом 2010 года. В эти же выходные здесь сгорело семь домов. Один из них дачный, три жилых и три нежилых. В апреле Свеженькая пострадала гораздо сильнее. Огонь тогда уничтожил 30 строений. По официальным данным, сейчас дома уничтожены на площади около 300 квадратных метров. Погорельцы размещены у родственников, причины пожара устанавливаются. Рязанские полицейские на этой неделе провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Кстати, все чаще нежеланных гостей страны стали обнаруживать на деревообрабатывающих предприятиях. По итогам рейда около полусотни мигрантов доставили в отдел полиции для проверки документов. Заведено 4 протокола об административном правонарушении, двоих граждан депортируют. В рамках данных мероприятий проводится плановая проверка предприятий, организаций различных форм собственности на предмет выявления иностранных лиц, а также лиц без гражданства, которые находятся на территории Рязанской области с нарушением миграционного законодательства. Данные проверки проводятся естественно как в городе Рязани, так и на территории всей Рязанской области. Также на днях полицейские на одном из рязанских рынков накрыли точку по продаже насвая – жевательной смеси, особо вредной для организма. Онкологи среднеазиатского региона, где особенно сильно распространена привычка жевать насвай, утверждают, что 80% людей, страдающих раковыми заболеваниями губ, языка или гортани, употребляют насвай. А любители пожевать эту смесь из махры, гашеной извести, золы и куриного помета впоследствии, что называется, пересаживаются на тяжелые наркотики. На рынке в московском районе полицейские накрыли точку, где и велась подпольная торговля насваем. Причем известно, что это зелье главным образом берут школьники и студенты. Причина проста – пакетик насвай стоит недорого – около 50 рублей. В общей сложности полицейские изъяли свыше 500 доз опасной дряни. И сейчас правоохранители выясняют, откуда поступила такая большая партия насвая. И еще о проверках. Рязанские полицейские совместно со специалистами из Россельхознадзора проводят рейды по рязанским рынкам. Задача – выявление нарушений правил ввоза и реализации овощей и фруктов, а также карантинный и фитосанитарный контроль. Последняя проверка проходила на оптовой пятой базе. Управление совместно с органами полиции заключено соглашение по проведению совместных контрольных мероприятий по выявлению продукции, которая поставляется из стран, которые подпали под санкции. В настоящий момент проведено три проверки по всем рынкам города Рязани в основном нарушения, касаемые того, что продукция поставляется без документов. То есть страна происхождения не указана, нет наличия сертификатов в соответствии. У нас есть 294 закон, который регламентирует работу всех органов, которые осуществляют контрольные надзорные мероприятия. Поэтому хочу сказать, что управление постоянно работает по этому закону, что касаемо именно карантина растений. Это не только контрольные надзорные мероприятия, а также обследование территории, обследование складов. Согласно закону, данная продукция либо возвращается, либо уничтожается. С начала года у нас идет, исчисляется порядка сотни нарушений, даже больше. То есть штраф исчисляется сотнями тысяч. Ну и, разумеется, взыскиваемость, порядка 70% мы взыскиваем. По этим штрафам. В ближайшее время проверки пройдут и на других рязанских рынках. Ну и завершилась эта неделя праздником, днем государственного флага Российской Федерации. Одно из любопытных событий в этой связи прошло на площади Победы. Это был флеш-моб, а потому мы даем кадры без комментариев, чтобы можно было прочувствовать все, что было на этом самом мобе. А у нас на сегодня все. До встречи в эфире. Мы не теряем веру за нами в будущее. И это сила, чтобы улучшать в лучших силах у нас круто. За это в дух управляешь сам своей судьбой, ведь это то, что нужно нам смело верить. Эфирам стоит к нему стремиться, не смотря назад, мечтать судьбой, ведь это судьбой, ведь это судьбой.